Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Подмосковье стартовала региональная акция «Единая Россия. Лови гранат». Нам эстафету передал Краснознаменск. Сейчас мы проведем в нашем округе и передадим эстафету дальше. Собираем деньги на лечение юной видновчанки Вики Филатовой. Тяжело, конечно, на это смотреть. И последствия известно, что могут быть разные. Соревнования по восточному боевому единоборству прошли во дворце спорта «Видное». Победит сильнейший, пускай побеждает сильнейший. Здесь нет досады никакой. Здесь радость за товарищей и радость за себя. В Подмосковье стартовала региональная акция «Лови гранат». Активисты партии «Единая Россия» передают медикам свежие гранаты и чай. В Ленинском городском округе акцию поддержали. И сразу несколько делегаций отправились в медицинские учреждения с подарками. Нам эстафету передал Краснознаменск. Сейчас мы проведем в нашем округе и передадим эстафету дальше в Лобню, в Латашино и Лосино-Петровский городской округ. Акция полезна тем, что мы передаем полезные витамины нашим врачам, которые сейчас на передовой и постоянно помогают жителям бороться с пандемией. И мы приехали в детскую поликлинику. Здесь они принимают деток и осматривают их. Гранаты, зеленый чай со сладкими угощениями и сувенирами – все это поможет медицинским работникам самим оставаться в форме, укрепляя организм витаминами. Девочки дорогие наши, низкий вам поклон, чтобы все у вас было здорово, чтобы вы были здоровы, берегите себя. И за ваш труд огромное-огромное вам спасибо. Любые слова благодарности, любое внимание сегодня им – это очень необходимо. Нам хочется тоже выразить слова благодарности, чтобы вы нас не забываете. В действительности они будут очень все рады, все мы подарки передадим. В каждом муниципальном образовании Подмосковья медицинские работники получают подобные полезные подарки. К слову, активисты «Единой России» помимо этой акции оказывают докторам волонтерскую помощь. Так в Ленинском городском округе действует штаб по оказанию помощи жителям Ленинского городского округа «Мы рядом». Гигантский меланоформный невус. Такой диагноз юной ведновчанке Вики Филатовой поставили еще в роддоме. Опасность его в том, что любая травма, а также солнечные лучи могут спровоцировать перерождение доброкачественного образования в меланому – рак кожи. Но родители не опускают руки и пытаются спасти Вику. Подробности в нашем следующем сюжете. У виновчан Ольги и Дмитрия Филатова трое детей. Самый младший из них Вики три годика. Улыбчивая за мной малышка – всеобщая любимица. Она хорошая и очень милая. Я очень люблю поиграть, когда приходят с улицы. У одного лица она всегда устала, как будто устала. И приходит домой уже все, как будто наполнил силами и прыгает, скачет. И она очень прикольная. Но все три года девочка находится под пристальным наблюдением врачей. Дело в том, что у Вики гигантский меланоформный невус, о котором родители узнали сразу после родов. Когда Викушка уже родилась, они как-то все затихли, положили ее на столик, даже не обтирали ничего. Я смотрю, она какая-то странная спинка ко мне положили. Я еще в родовом кресле была. И ничего не делают. А у нее как-то спина коричневая. Опасность меланоформного невуса в том, что любая травма, а также солнечные лучи и гормональная перестройка организма могут спровоцировать перерождение доброкачественного образования в меланому – рак кожи. Кроме того, за гигантским невусом необходимо регулярно ухаживать, чтобы кожа не сохла и не шелушилась. На консультации в отделении микрохирургии РДКБ Ольге сказали, до трех лет гигантский невус в России не оперирует. А вот небольшие пятна в год удалить могут. Но в процессе подготовки к госпитализации на МРТ головного мозга обнаружили еще одну патологию. Нейрокожный меланоз. Нам диагноз поставили такой. Сказали, что это очень редкая патология. На практике доктора, который делал МРТ, говорит, у нас только второй такой случай, чтобы ребенок такой был. И пошли мы после этого на консультацию в отделение. Нам отменили госпитализацию. Врачи сказали приходить через год. И тогда Ольга начала по крупицам собирать информацию сама. Она проконсультировалась с доктором Александром Маргулисом из израильской клиники, который специализируется на лечении невусов. Тот изучил анализы Вики и заверил, что противопоказаний нет. И приступать к лечению нужно как можно раньше. Уже в августе 2019 года Вике была проведена первая операция. Невус начинался от этого уровня, тоже ниже полностью, попу закрывает и доходит до сюда. Тоже сплошное коричневое пятно. Здесь у нас вот этот кусок тоже был такой же темный, как здесь. Но мы прошли первый этап лечения. И вот здесь у нас уже обычная кожа. Удалить невус израильские медики предполагают в шесть этапов. После первого Вика уже вполне восстановилась. И пришло время продолжать лечение. Более 110 тысяч долларов. Деви с лишним миллионов рублей. Стоимость ближайших трех этапов. Но таких денег у многодетной семьи нет. С помощью благотворительного фонда «Алеша» и неравнодушных людей уже собрано более 8 миллионов. Осталось совсем немного. Помочь Вике можете и вы. Для этого отправьте смс на номер 9112, указав сумму пожертвования. Или помогите любым удобным способом на сайте благотворительного фонда «Алеша». Сбор денег для Вики Филатовой – одно из мероприятий благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости», которая стартует в Ленинском городском округе 1 декабря. И сегодня мы поговорим с председателем Координационного совета общественных объединений Феликсом Жемалиевым. Здравствуйте, Феликс. Добрый день. Расскажите об этой акции, о истории ее появления, с чего все начиналось. Ну, мы у нас в Ленинском районе, еще тогда Ленинском районе, открыли эту акцию в рамках всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». И как-то постарались ее растянуть на неделю, потому что все-таки за неделю можно больше благополучателей одарить и больше всего собрать. Соответственно, это для нас уже четвертый сезон, назовем так. Так, несмотря на то, что ситуация сейчас с пандемией коронавируса обстоит так, но это не говорит о том, что нет необходимости поддерживать наших людей, которые, в принципе, уже ждут помощи. Действительно ждут, потому что это реальная помощь, которая оказывалась... Я вам по итогам прошлого года даже скажу, что порядка полутора тонн продуктов только было собрано и раздано людям из малообеспеченных семей. Это наши многодетные родители, которых, в принципе, не ждут, но всегда бывают рады. Это инвалиды, в действительности которыми не хватает часто на простые вещи, как нам кажется, печенье, конфеты. То есть все благополучатели, они нами изучены. То есть это не паразиты, которые пользуются такими акциями, а это действительно нуждающиеся люди. А кто все-таки в этом году будет благополучателями? Это также многодетные семьи. Это дети из малообеспеченных семей, которые ждут от Деда Мороза игрушки, и поэтому будет проходить акция «Подарок от Деда Мороза». Это общество инвалидов Ленинского городского округа. Это общество диабетиков тоже Ленинского городского округа. Местные жители, соседи, здесь акций много, и в каждой акции мы назначили благополучателей. То есть и есть организаторы, которые отвечают конкретно за свою организацию и за своих людей. Ассоциации многоквартирных домов отвечают за акцию «Помоги соседу». Здесь много акций, и в том числе и внесший ковид, это витамины для врачей. Все это будет проводиться с помощью всех общественных объединений, которые зарегистрированы в основном порядке уже в нашем городском округе. Все-таки, как правило, такая благотворительная неделя ограничивается не только сбором денег, сбором продуктов, но еще какие-то другие мероприятия проходят. Что ждать в этом году? Ну, в этом году это одно из новшеств – это книги, книги на дом, акция проходит. Также мы будем школы подключать, и они подключились с удовольствием. Это те же самые кормушки для птиц, для животных. Все это будет делаться, чтобы дети уже с измыльства чувствовали то, что необходима забота о ком-то, кроме себя. Ну, а в заключение нашей беседы вы можете обратиться к нашим телезрителям. Дорогие друзья, я призываю вас посетить все места, где будут проводиться акции «Щедрая корзина», «Подарок Деду Морозу» и другие акции. Посещать – не лениться. И помогать людям, нашим соседям, нашим близким. Большое спасибо за эту беседу. Добрых дел действительно много не бывает. А я напомню, что у нас в гостях был Феликс Жемалеев, председатель Координационного совета общественных объединений Ленинского городского округа. «Засветись» – это традиционная акция госавтоинспекции, направленная на повышение безопасности на дорогах в условиях недостаточной видимости. Подробности в нашем сюжете. На пересечении Советской улицы и Советского проезда госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Засветись». Такие мероприятия проводятся регулярно, а сейчас это особенно важно ввиду сокращения светового дня. Наша акция направлена на безопасность пешеходов при переходе проезжей части, где еще раз напомнили родителям с детьми, что необходимо носить световозвращающие элементы, особенно в темное время суток. Так как пешеход практически незаметен на дороге ставился. Акция была посвящена Дню Матери, поэтому во время проведения мероприятия особое внимание было уделено женщинам с детьми. В рамках акции пешеходам были вручены небольшие тематические подарки и агитационные листовки. Очень приятно, что проводятся такие мероприятия с раннего возраста. Детки у нас понимали. И правила движения все знали. Я считаю, что это правильно делать акции, чтобы дети были заинтересованы в своей безопасности. А также родители, чтобы обязательно думали о своих детях. Очень много случаев бывает, когда ошибают детей на пешеходах. Традиционно в таких профилактических рейдах сотрудникам ГИБДД помогают воспитанники Центра детского творчества «Импульс». Объяснять юным пешеходам правила поведения на дороге лучше всего, привлекая к помощи их ровесников. Так ребята быстрее и проще усваивают информацию. Очень важно, когда ребенок сам все это видит, когда он видит, помогает взрослому, подсказывает. И как бы в центре в нашем очень большая работа воспитательная ведется именно по этому направлению. По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Также беседы о безопасности на дорогах проходят во всех образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. На минувшей неделе во дворце спорта «Видное» прошли масштабные соревнования по восточному боевому единоборству. На протяжении четырех дней более 900 спортсменов из 30 регионов России разыгрывали несколько десятков комплектов наград. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Видновский дворец спорта уже давно стал традиционной площадкой для проведения различных состязаний по боевым искусствам. В этот раз он принимал сразу четыре спортивных мероприятия. 12-й Кубок России, открытые соревнования Федерации Сюкатан города Москвы, Всероссийские соревнования и Кубок России среди ветеранов. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, организаторы постарались сделать все, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне. Я выступаю на России второй раз. Очень сильно нравится, свидетельские коллеги нравятся и вообще организации нравятся. И соперники, то есть дружный коллектив. Вячеслав Влакжанин занимается боевыми искусствами более 35 лет. Он приехал из Санкт-Петербурга и на Кубке России среди ветеранов представлял Федерацию Крате Ленинградской области. В этот раз ему удалось занять только второе место, но спортсмен не расстроен. Говорю, ребята были прекрасные, замечательные, много регионов интересных, много новых людей здесь. Поэтому я думаю, это победит сильнейший, пускай побеждает сильнейший. Здесь нет досады никакой. Здесь радость за товарищей и радость за себя. 917 участников, 128 команд, более чем из 30 регионов России вышли на татами за 4 дня. Основные поединки прошли в дисциплине Сюкатан-Кумите. Многие участники отмечают, что ограничения, связанные с пандемией, неожиданно оказали позитивное влияние на ход соревнований. Все в масках, нарушений вроде бы нет. Участники, я даже считаю, что хорошо, что родители отделили, потому что участники сейчас более самостоятельные. На них никто не давит сейчас, они вот выходят и спокойно все делают. Соревнования по Сюкатан-Ката больше похожи на танец. Здесь необходимо продемонстрировать последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников. Евдокия Петрова приехала из Рязани. Ей 9 лет. Из них 5 она занимается каратэ. На соревнованиях Евдокия получила серебряную медаль, но полна решимости работать над собой. Первое и второе – это маленькая разница. То есть я могу потренироваться еще и сделать в следующий раз лучше. В рамках мероприятия также прошли аттестационные судейские семинары и квалификационные экзамены. Кроме того, здесь состоялись показательные выступления дисциплины Вьет-Во-Дао. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.